Глобальный вопрос накануне сезона отпусков. Как добраться до места отдыха с минимальными потерями времени и денег? Путь отдыхающего из регионов России до пункта назначения редко проходит по прямой. Анжелика Кириллова выясняла, что могут предложить перевозчики Чувашии в новом сезоне. Сутки в дороге и сразу в столице Белоруссии. Открытие нового международного маршрута Новочебоксарск-Минск назначено на май. Автобус планируют отправлять каждый понедельник. Перевозчик прошел всю необходимую сертификацию. По большим городам, если пробежимся, это Нижний Новгород, Владимир, Москва. Для наших пассажиров сразу хочу сказать, что непривычный автовокзал, где мы пребываем, а теплость там, Москва. Потом идет Смоленск, Орша и Минск. Автобус будет выходить рано утром, мы планируем, через день. И он рано утром будет пребывать. Перевозчик уверен, направление будет востребовано. Его главное преимущество – пассажиры из Чувашии получат прямой рейс. Возможно, им будут пользоваться и жители соседних регионов. Тем более, что прямые международные маршруты у нас можно по пальцам пересчитать. На ближайшие регионы отдых и курортные – это местные вылеты, скажем, недалеко. Но Анталия – это зима Египет, это из Казани много летов, скажем, там не только Египет, там и Греция, там Испания. Ну, далекие экзотические страны – это, конечно, остается Москва, столица, такие как, скажем, Куба, Доминикана, Таиланд, Китай. Ну, наверное, так и должно быть, потому что маленькие аэропорты и региональные не могут на все направления. И, в принципе, так и во всем мире. Добраться напрямую из Чубаксар в Москву на самолете – удовольствие дорогое. Три тысячи с хвостиком, если авиабилет заказан заранее. Покупка в день вылета увеличивает его стоимость в три раза. Путь туриста из Чувашии на заграничные курорты проходит в основном через три российских города – Казань, Нижний Новгород или Москву. Кроме увеличения времени в пути, отдыхающие всегда предусматривают и дополнительные расходы на транспорт. Разница, ну, конечно, немножко есть, потому что с поезда выхожу, сразу берут такси, едут до Домодедов или Шереметьево. Чебоксарский аэропорт в этот сезон отпусков планирует лишь один прямой перелет. Первый рейс из Чебоксара в Анталию назначен на 30 апреля. Летом открывается у нас традиционный вылет в Анталию. Там, скажем, билеты недорогие. Относительно путек составляет где-то 60%. Если путек стоит, примерно, 40 тысяч, но авиабилет – где-то 22 тысячи. С конца мая до середины октября самолеты в Турцию начнут летать раз в пять дней. Желающих через четыре часа оказаться на курорте, уверены, туроператоры, будет достаточно. Как любой человек, наверное, ценящий удобство, в первую очередь, в углового угла стоит это. Очень приятно удивило то, что именно с Чебоксара есть прямые рейсы. Я, в принципе, сразу согласился, не нужно ехать ни в Казань, ни в Москву. Прямые маршруты всегда идут на ура. Правда, таковых, будь то междугородней перевозки, не говоря уже о международных, пока мало. Анжелика Кирилла, Владимир Сергеев, Виктор Степанов. Вести Чувашия.